Здравствуйте, дамы и господа! Меня зовут Никита, известный как Блэд Госсов. Сегодня мы продолжаем Steam-версию Blade of Darkness с максимально возможным усложнением, без интерфейса. Доблестный варбор Тукарам посетил крепость Алхалав, но только для того, чтобы найти тела рыцарей-защитников. Помощи из мира людей более ждать не приходится. И мы пробуем снискать ее у гномов. Однако, судя по первым признакам, судьба гномов постигла та же самая, что и родной город Варвара. И, собственно, крепость Алхалав. Опять здесь все кишмя кишит урками. Коридоры, проходы, взъемы, мосты. Все буквально наводнили эти мерзкие пари. Распоясывались они в последнее время. Верно войска собрали и жаждут теперь заполонить и захватить весь мир. Возможно, ими что-то управляют. Или кто-то. Охранные волны, которые здесь оставили гномы, как-то они чуть не среагировали на прибытие орков. Вот, например, представитель этой расы. Стоит тут белого дня, околачивается. И про камень слыхом не слыхивал. Ну, это и хорошо, конечно. Но под лишним не бывает. Что ж, выдвигаемся. Забег предстоит, конечно, марафонский у нас. Ух. Прыгут. Аж музыка приостановилась. Прям минута молчания по тебе орк. Ты видишь, какая честь оказана? А ты говоришь. Волга, небольшая река. Пошли, барабан. А, прицел из лука, да? Ну-ну. Давай попробуем. Комбинация не выжимается. Терпим, крепимся. Придумываем, изобретаем походя какие-нибудь вариации ведения боя. Закидываем несчастного орка атаками. Стелим метко. Стелим жестко. Промахиваемся ударом слева и... Контрольный подрез. Забыл уровень перевозапустить. Сейчас на сохранениях отразится, зараза. Ну, ладно, это ерунда. Живчики. Ну, а так вот вам по вертикальному удару. Хотя оба раза выжимал нижний. Господи, как же меня это преследует, эта ерунда. Повышение. Варвар достигает седьмого уровня. И заполучает в свой грозный арсенал два могучих удара. Двойное нажатие вониз. Две атаки понизу. На двурочные мечи. Дабы вывести комбинацию Thunder Sweep. Громовой взамах. Наносящий двукратный урон. И, конечно же, комбинационную атаку на топор под названием Eclipse. То же самое, что с родной жвачки. Темные минования. Кстати, где он? Вот он. Те же самые прожатия. Дважды атака понизу. Атака называется Dark Moon. Темная луна. Наносит десятикратный урон. Шикарная вещица. Долго подготавливается. Зато стелес широко и мощно. Без шансов до щитов железных. И тушек до восьмидесяти. Полетели. Без страха и сожаления. Клавиша TAB во время падения нас спасет. Варвар на перелог прилег. Уже как бы предвосхищая судьбу. Я понимаю, Варвар, что тебе хочется предвосхитить происходящее. Это было видно тренировочное. Тренировочная летная акция такая своего рода. Проверка выживаемости. Лично. О покоях у Рома знак моей души. Гум-гум. Подготовим атаку снизу. Симберсия это как никогда спасает. Потому что прямое выжимание в процессе боя очень часто косячит. И большой привет. Как минимум встречный удар. А то и похуже. Перед прыжками тоже лучше делать паузу. А саду гномы вон карнизов наноставляли всяких выступов в скалах. А мост основной обрушили. Дабы не смогли орки-захватчики. Здесь фривольно себя чувствовать. Пробегать, чтобы только шубы заворачивались. Засада! Вопрос только кто на кого охотится. Застреваем в трупах. Все по канону. Ты только смотри, не забери его. Сука! Мое! Самое главное. И две головы разлетелись в обратные стороны от одного и того же удара. Красиво! Как бы то ни было, варвары у нас беспокоятся только об одном. Поставить последний удар за собой. Как бы ни старался наш противник. Изничтожить друг друга в бою неравном. Несомненно. Должно волновать лишь что. Слушай, я нажал зачем-то инвентарь. Хотел прокрутить на красный камень, как я это обычно делаю. Просто по традиции проверить, что он в инвентаре. Здесь это делать опасно. Иной раз нажмешь клавишу использования, когда уже закрылось у тебя меню выбора предмета. А оно у тебя остается активным. И тогда большой привет ты пьешь. Зелье, которое пить не хотел. Или используешь предмет, который тебе пока не нужен. Ты мог, в принципе, и сам прикрыться. Твоя участь была предальшена. Прыгай! Еще я заметил, что здесь клавиатура выжимать прыжок надежнее. Но, в принципе, я всегда так делал. Выйду до конца. Через мышь есть небольшая доля вероятности, что команда не будет принята. Эх, как жаль, не портануло. Не побегает он на меня. Придется здесь что-то придумывать. Есть два варианта. Либо добежать по мостику до него и отманить его сюда, где я сейчас нахожусь. Либо пробежать вперед в тот небольшой зальчик за колоннами. А ждать прибытия обоих. Полного орка и худого. Пробуем второй вариант, потому что орк у нас стоит далеко. Так, ты там не упал, я надеюсь. Как у тебя с вестибулярным аппаратом, а? Ага. Тига у него размах стопора идет. Я шокирован. Толу не две стрелы оставил. Слушай, какой-то он активный орк оказался-то вообще осмотр. А, сейчас бы любимую комбо выжить. Так, посмотри, работает. А в холостяк. Опа. Есть контакт. Ты давай лугу достаем. Варвар. Ага. На это луг не очень похоже, если честно. И это. Ну. Так. Понял. Скажите, камышки у нас оружие тоже меняется не ахтикат. Давай тогда добавим кнопочку. Вот. Теперь нужно еще как-то прицелиться. Если я так возьму, сильно левее уйдет. Прям сильно левее уйдет. Да, трассер просвистел. Страшно. А у нас же сердце дрога было. Целька. Таковая обманывала. Ну, выбираем самый сильный меч из списка и вперед. Ковырять их. Блин, да что ж ты будешь делать с этими атаками-то? Вертикальными. Ужас. Загадочные пещеры с гладкими округлыми сводами. Высотой такой, что здесь слон на задних лапах пройти сможет цирковой. И хоботом причем потолок не зацепит. Морда целая. Все порезы на левой стороне. Можно сделать выводы. Правильно? Правая рука противника атакует. Смотри, на спине шрам. Это видно, орка прямой удар выкинул сначала с выступающей правой ногой. Я потом круговым взмахом зацепил. Упыль. Ну, ничего. Это все же семечки. Так. Сачок потек. Зеленоватенький, из крыжовника. Варвара у нас сок не пьет. И купаться в сладком брезгует. Так что, сматываем удочки. Давай, богатырь. Выход силы. Хорошо сработано. Осторожно. В этом моменте проверяем, чтобы у нас была выключена вертикальная синхронизация. В смысле, включена. Или стоял лимит частоты кадров. Иначе у нас благополучный персонаж окажется внизу. Замечательный аромат на серной кислоте. Доступ разрешен. Проходим. Лежит, скучает. Под солнышком. Ну, что ж ты будешь делать? Ну, не прыгается сегодня. Ну, вообще, ну, не прыгается. И все тут. Ой, помойка. Ладно, едем далее. Всяк, бывает. Очередная тройка паучков. У них вот видно старо-давняя какая-то традиция забираться по тре. Наверное, пауки что-то знают. Ага. Ну, короче, выманив его под нижнюю атаку погубаем. Ты все ясно и знакома. Просто как день. Давай за бастик. Кусачка. Следующий, пожалуйста. Замыкаете. Отлично. Шуруем далее. Музыка резко меняется. Она нас ожидает какой-то бой. Ну да, действительно, вот он. Контроли. Опять вертикальный удар. Варара, что двустволку, вертикалку полюбил, что ли? А-а-а, потерялся орк, да? Бесишься? Не можешь меня выловить? Я понимаю. Херно, у тебя удар. Радиус. Новый тебе. Три-точка, две-точка. Попсильно не наглял. Выходим на свет. Глазам, конечно, адаптироваться к такому очень непросто. Тать мать о свете, тать мату свет. Знаешь, почему у пиратов вечно повестка вала на глазу? Думаешь, у всех пиратов глаз был выбитый? То есть, ты думаешь, когда их спрашивали, то ли вилку в глаз, то ли в жопу раз, они отвечали, вилку в глаз? Не-е-е-е-е. Они глаз заматывали, чтобы, спускаясь в тюрьм, потом эту повестку приснять. И глаз, привыкший к постоянной темноте, мог в тюрьме видеть. Такие дела. Это получается, как в той истории. Новичок прибывает в места не столь отдалённые. Встречает он целый строй. Чё, говорит, тебе вилку там или того. О, мужик на них посмотрел. Чё-то говорит, я среди вас одноглазых не вижу. Прямо как птичка какая-то, девчая. Сорока, судя по всему. Драгоценности, видишь, побрякушки любят, цацки всякие. Фибрид. Сечка отсюда. Сечка отсюда отходим. А, ну и всё, и подлавливаем вертикальный правый. Готов. Это избыточно для тебя, да. Мол, комплект драгоценных камней. Не хватает только Александрита и... Так вот. И алмазов. Странные рельсы. Вагонеточка у нас так вот едет, 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 едет. Будем. Об столб. Строили мы, строили, и, наконец, построили. Можно попасть? Спасибо. Можно всегда просить слов? Можно попасть? Прикини, походу работает. Слушай, с прыжками какая-то ерунда несосветная. У меня же здесь традиция всегда так делала. Смотри. На вагонетку? На вагонетку сюда. Ума. За углом! И подсеку сейчас. Получаем восьмой уровень и открываем сразу три специальных атаки. Уникальная комбинация на меч смерти, на Death Sword. Атака под названием Death Sweep. Смертельный взмах, носящий восьмикратный урон. Специальная атака на топоры Sky Smash, которая на топорах зовется Super Smash, наносящая 2,6 от атаки. И специальная атака на все двуручные мячи. Тора, естественно, у меня. Сейчас будет не выжиматься, да? Нет, смотри, кто. Дважды атака сверху. Называется Sky Smash. Самая убийственная комбинация варвара. Наносящий десятикратный урон. Двойной пируэт. Композиция полна какой-то мистики. Загадка. Ну, весьма несложная. Три ниши, три камня. Пазл сложился. Сработал древний механизм. И, казалось бы, куда еще ниже, если мы и так уже в шахтах. Но нет. Через потайной ярус мы находим секретный выход из этого места. Это тот самый проход, который гномы готовили на случай отступления. Бразина. Широченный проход. По такому может целая толпа гномов отступать. Причем верхние могут ехать на плечах у нижних. Саш целая колонна из гномов. Ладушки. Особых успехов, варвар. Как-то килбегана не снискал. Ни тех гномов. Ни советов. Ни ответов. Ничего. Зато знатно повеселился. И порезал кучу орского народа. И так мы узнаем о локации под названием «Склепы Эфиры». Где похоронена королева Аши, жена фраера, гнома, великого воина, ветерана войны меча. Это и станет нашей следующей целью. Проносим. Шахты килбегана подошли к концу. И настало время прощаться. Всего самого доброго и светлого, друзья. Увидимся в новых сериях и на вечерних стримах. Разрешите откланяться. С вами был Никита Ботгос.